Станции скорой помощи. Когда-то служило это здание в центре Омска на улице Косарева. Последнее время история дома складывается незавидно. Три года назад его арендовала фирма на срок в 10 лет, а сейчас пытаются от него отказаться. Областные власти намерены в этом году выставить строение 19 века на продажу. Вообще в регионе почти 400 объектов, которые бизнесу предлагают арендовать, купить или приватизировать. И чем больше будет желающих, тем лучше для областного бюджета, считает заместитель министра имущественных отношений Евгений Козлов. Мы хотим сформировать сейчас спрос на наши объекты. Если у нас будет больше желающих, мы, конечно, надеемся на то, что у нас цена на аукционах вырастет. Однако, добавил чиновник, в очередь пока никто не выстраивается. И это несмотря на меры поддержки. Льготы на аренду, право выкупа, рассрочку. Здание не удается передать предпринимателям в среднем по два года. Трехэтажный дом на улице Синой, бывший институт у совершенствования учителей, ждет покупателя с 2016 года. Аэропорт Омск-Федоровка пытаются продать четвертый год. Безрезультатно состоялись пять аукционов. Для меня слово «невостребованное» не существует. Я считаю, что объект ждет своего покупателя. Когда при пяти аукционах всегда есть два, а то и три участника, когда аукцион идет, но в итоге не подписывается договор купли-продажи, сложно. То есть, субъективное мнение. Я, например, считаю, что он востребован. Тем временем председатель комитета Омской торгово-промышленной палаты Александр Дмитренко догадывается, почему предприниматели не торопятся хватать, как горячие пирожки, казенное имущество. Первый момент, на мой взгляд, очень важный. Он такой субъективный характер носит. То есть кредит доверия к государству у предпринимателей давно уже, так скажем, исчерпан. Это обусловлено следующими обстоятельствами. Первое. В 2007 году была проведена кадастровая оценка. Она превышала эту кадастровую стоимость рыночную многократно, в несколько десятков раз. А второй момент, очень серьезный, со стороны правительства и городской администрации. Это завышенная арендная плата с 11 мая 2015 года. Кредит доверия к государству разрушается мгновенно. Тем не менее, в прошлом году было продано 19 объектов недвижимости. Выручили 70 миллионов рублей. Немного охарактеризовал Евгений Козлов. А Александр Дмитренко предположил, что не заглядывается бизнес на областное имущество еще и потому, что у него ликвидность низкая. И зависит она в том числе от технического состояния зданий. Алла Аксенова, Максим Мартынов, Антенна 7.